Здарова! История такая, значит, мы с Теграном рассказывали это на одном из наших эфиров. Не помню там в Инстаграме, в Ютубе, неважно. Значит, история про двух девушек возле самолета, когда он слышал разговор девушек молодых у трапа, когда что-то они обсуждали какого-то там ее мужика. И одна другой говорит, вот, а как тут вообще поступить, как быть? И другая отвечает, слушай, если он прогнется, то это хорошо. Хорошо. Если он не прогнется и не послушает тебя, это вообще отлично. И вот мы сейчас это с тобой слышим, да, и ты думаешь, блин, а как это объяснить, где логика? И так хорошо, и так вообще отлично. А логика очень простая. Если прогнется, значит, удобный каблук, управляемый, послушный, то есть такой комфортный для жизни, для собственных нужд. Его можно юзать, использовать как угодно. Это, наверное, неплохо, когда у тебя есть личный подаван. Если не прогнется, это про уважение. Значит, мужчина общается так, что требует себе уважения к своему мнению. Уважение, это значит про любовь. Потому что любовь женщины к мужчине, она не может просто априори существовать без уважения. И в случае, если он прогнется, это, с одной стороны, даже может быть хорошо для девушки в чем-то. Потому что, ну, это же прикольно, когда у тебя есть личный раб там, который по щелчку выполняет все твои желания. Но это поначалу. Потом это все может перерасти в измены с ее стороны, и вообще она уйдет, как бы скажет, пошел ты нахер. Вот. И, собственно говоря, почему? Потому что поначалу может быть прикольно, когда тебе подчиняются для женщины. Но потом вот этот вот уровень презрения, уровень неуважения все больше и больше возрастает. Потому что как можно уважать и любить терпилу, да? И это все сменяется еще больше каким-то раздражением в его адрес, с ее стороны. Потому что, ну, как может не раздражать абсолютный терпилу, особенно если это мужик. То есть, хотя там одно туловище от мужика. И любой человек, независимо от его пола, будет всегда презирать терпилу. О чем эта история, да? Я уже говорил, что женщины там осознанно или бессознательно пытаются проверить мужчину. То есть, прогнуть мужчину. И думать, что вот ладно, окей, хорошо, сейчас я сделаю там. Причем иногда даже это делают очень сознательно. То есть, она понимает, что это всего лишь мой каприз. Ну, вот дай-ка я посмотрю, что будет. Потому что она хочет убедиться, что рядом с ней там настоящий сильный мужчина. Мужчина. Вот. И она будет все равно тебя проверять. И когда ты думаешь, ну ладно, окей, сейчас я прогнусь, сейчас я что-то сделаю. И потом она от меня отстает. Очень-очень зря. Когда ты сделаешь один раз, ты сделаешь второй раз, ты сделаешь третий раз. И потом ты обнаружишь то, что не просто от тебя не отстали. Тебя вообще просто человеком не считают в этих отношениях. И почему сейчас все больше и больше женщин на самом деле осознанно начинают прогибать мужиков. Да я уверен, что только потому, что у нее нет даже в картине мира, как бы представлений, как должно быть по-настоящему. Потому что нормального мужика большинство из этих женщин даже просто ни разу в жизни не встречали. То есть они не знают, как выглядит мужчина, который имеет собственные границы и собственные желания, для которого его принципы и принципы и убеждения важнее, чем наличие вот этой женщины рядом или какие-то ее капризы. А попадаются им только дамские угодники, жополизы и вот какие-то мужчинки на задних лапах, которых я постоянно наблюдаю, которые готовы сделать все что угодно. Они могут быть абсолютно социально реализованными, эти мужики. Они могут быть какими-то директорами, жесткими там бойцами ММА. Не важно. Важно, что перед женщинами они чувствуют себя, как маленькая трясущаяся собачка. Я хочу как бы призвать вас, мужчин, очнитесь. Эй, алло, очнитесь. Крепостное право уже давно отменили. Его отменили в 1861 году. Как так? У вас просто получается в генах, в крови жажда подчиняться. У нас в принципе народ такой, что у него очень много рабской философии. А у вас перед женщинами еще больше. Вам это прям нужно, 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 чтобы кто-то вас чмырил, кто-то вас гнобил, кто-то вами командовал. Очнитесь, что происходит. Почему вы оказываетесь в добровольном рабстве у этих пилоток? И когда я говорю пилотки, то есть почему я так без уважения? Почему ты разговариваешь со мной без уважения? Почему без уважения? Да потому что для меня женщина, конечно же, во всем виноват мужик, потому что он позволяет с собой так обращаться. Он не устанавливает правила, рамки и границы. Он отдал образы правления женщине. Но женщина, но женщина, которой не хватает ума, подумайте, как я хотела бы, чтобы было в семье, как должно быть в семье. А есть ли у меня уважение к своему мужчине, к своему будущему мужчине. То есть для меня она абсолютно тупа, она просто пилотка, потому что про таких женщин я по-другому сказать не могу. Есть прекрасные, хорошие женщины. Их на самом деле не так много. И я очень уважительно отношусь к ним. Я всегда топил за уважение к женщинам. У нас даже на наших тренингах нет никаких там терминов, там, не знаю, зачет, там, закрыл. То есть я стараюсь как бы и там дать мужчинам понять ту философию, что женщина это прекрасное существо, которое может наполнить твою жизнь, а может ее сломать. Да, то есть это в зависимости от того, как ты себя с ней ведешь. То есть эта женщина, это прекрасно, это та, кто вдохновляет тебя. Но те, которые сознательно начинают втаптывать мужиков в дерьмо, несмотря на то, что это косяк мужиков, что они не дают какой-то там отпор и не ставят их на место, эти женщины всего лишь тупые пилотки. И ладно бы, если вы мужики, как бы хорошо, вы отдаете себя в рабство, вы хотите это, вы любите это, пожалуйста. Ладно бы, если вы отдавали себя в рабство каким-то достойным, порядочным, прекрасным, нежным женщинам, которые, мягко говоря, уважительно к вам относятся, обожают вас, боготворят вас. Я не против этого, это же вообще прекрасно. И вы в некоторых моментах говорите, блин, ты моя королева, буквально отдавая себя туда в рабство. Ради бога. Но вы же зачастую отдаете себя в рабство, сами берете и отдаете себя в рабство. У вас потребность такая есть. Вы отдаете себя в рабство каким-то бледям, просто каким-то шкурам, я непонятно. Вообще иногда ты смотришь и думаешь, ты вообще где ее нашел, что происходит. И вы реально это делаете только потому, что у вас нет выбора. Вы нихрена не выбирали ее. Вы сидите на жопе ровно и ждете, когда же к вам в дверь постучится эталон красоты, нежности и женственности. Так что ли или что? Нет, вам попадается какой-то отброс, просто там, не знаю, огрызок, то есть просто выброс из какой-то системы. Вы за неимением другого, за неимением альтернативы вынуждены это хавать, как бы и пытаться что-то с этим сделать. Пытаться в это влюбиться, пытаться этому подчиниться. Вот так это происходит. Меня это просто злит и возмущает. Че с вами, очнитесь. Алло, мужики, вспомните о том, что у вас есть выбор, вы сами себя ограничиваете. Вы сами в своей башке не позволяете себе делать то, что я, например, могу делать по щелчку пальца, любой из моих коллег или моих учеников. Поэтому, ребятушки, я вас приглашаю на свою последнюю новогоднюю практику с 9 по 12 декабря в Москве. Осталось еще совсем чуть-чуть свободных мест. В Питере группа собрана, мы ее закрываем. Набора в Петербурге больше нет. Поэтому, уважаемые питерцы, которые протянули или дотянули, мы вас ждем в Москве. Это недалеко. Всех остальных я там жду. То есть 4 дня женщины, которые будут помогать вам. Женщины-саппорты, девушки-саппорты. Довольно-таки, кстати, интересные, вам понравятся. Может быть, кто-то впервые в жизни хоть там девушку потрогает. Хоть за ручку. Мы будем делать так, чтобы у вас был выбор. Мы будем делать так, чтобы благодаря этому выбору вы не прогибались дальше в отношениях. Вы не соглашались на то дерьмо, которое вам прислало течение жизни. Вы пошли сами себе выбрали, нашли ту, которую вы хотите. Ссылка здесь под этим видео. Очнитесь и начните с этого декабря новую жизнь, которую вы перетащите туда в 2022 год. А учитывая то, что происходит в мире, как никогда важно стало, чтобы рядом с вами был человек, которому вы нужны. А не тот, который об вас вытирает ноги.